Новое наступление России уже началось? Где опаснее всего? А у Украины есть оружие страшнее танков? Об этом поговорим с военным экспертом Сергеем Грабским. Сергей, наступление, которое так долго все анонсировали, которого так долго все ждали, и все обсасывали всевозможные направления, все подсчитывали количество группировок, солдат и всего остального, но оно, насколько я понимаю, или уже началось, или уже должно со дня на день, с недели на неделю начаться. Я так понимаю, что наступление, большое наступление, это наступление, которое должно со многих сторон одновременно, и на Запорожье, и на Харьков, или как-то еще, что-то для отвлечения, что-то для захвата, но одновременное наступление, или нет? Классики жанра и да, и нет. В классике жанра мы говорим о наступлении, как о серии операций, которые проводятся с целью выполнения каких-то политических или военных задач, и осуществляется как последовательное одновременное нанесение ударов по обороне противника или по противнику просто, для того, чтобы на первом этапе скрыть направление главного удара, наносить отвлекающий удар и демонстрировать готовность войны для того, чтобы заинтересовать противника и провести наступательные операции. Это классика жанра, это классика того, что было написано в манускриптах 20 века. Сейчас скрыть сосредоточение войск практически невозможно, потому что перед каждым уважающим себя командиром лежит целый такой список техники противника по номерам с ракурсами в три позиции, с трех видов, где эта техника собирается, хранится, и кто в плоде того, сколько людей в ней спит в этой технике. Поэтому сказать о том, что в данном аспекте мы говорим о каком-то классическом наступлении, но будет не совсем правильно. И, в общем-то, наши военные руководители уже говорили о том, что наиболее вероятными направлениями наступления является Луганская, Донецкая и так далее. То есть, в общем-то, оно уже видно. Здесь мы с вами сталкиваемся еще с одним таким очень интересным феноменом, что некоторые аналитики и западные средства массовой информации говорят, оно уже началось. Вы знаете, частично я с этим соглашаюсь. Потому что, если вернуться к определению самого наступления, это как бы серия последовательных атак, ударов и так далее, и тому подобное. И здесь мы видим такое, знаете, очень медленное, очень осторожное наращивание такой интенсивности боевых действий на абсолютно предугадываемых направлениях, таких как Луганская, ну и не уменьшение активности боевых действий на Донецком направлении. В общем-то, можно согласиться, что оно уже началось. И, в общем-то, нужно говорить о том, что, исходя из той конфигурации войск, из тех ресурсов, которые накоплены, оно будет проводиться именно локально на восточном направлении. Да, возможны какие-то отдельные атаки, которые, знаете, как написано в книжке, даже не особо понимая, зачем это делается, но его надо сделать, потому что так написано, могут проводиться где-то на юге, где-то там, допустим, на границах Запорожской и Донецкой области. Ну, там что-то они в Терновое, в Харьковской области. Да, да, да. Ну, в Терновое здесь немножко другая ситуация. Терновое, понимаете, она, я всегда с осторожностью отношусь к этим вещам, потому что не знаем, сколько дурей у них есть там в головах, и войска находятся на территории Российской Федерации. То есть там простора для маневров просто больше. Ситуация там тоже отслеживается, но все равно в какой-то момент времени они могут там психануть. Знаете, вот эта война научила нас одному, что непредсказуемость противника – это тоже довольно страшное, разрушительное, бессмысленное, но разрушительное оружие. То есть никто не мог, ну, серьезные люди говорили, что невозможно тем комплектом войск наступать, который был на 24 число, но это их не остановило. Они самоотверженно самоликвидировались в лесах Черниговщины, Сумщины, в полях и в открытых пространствах Харьковской области и в степях Херсонской области. Это не помешало им самоликвидироваться. То есть здесь такая же опция возможна. То есть там, где есть сухопутная граница с Российской Федерацией, ситуация, ну, мы должны быть готовы к такому неожиданному развитию ситуации. Тем более, как бы, то, что заявили про 300 тысяч и более войск, которые находятся непосредственно на линии фронта, ну, не на линии фронта, а в зоне боевых действий, это не означает, что здесь сюда учитывается еще примерно 150 тысяч так называемых резервных войск. И они могут усилить, как бы, ударные группировки в соответствии с тем, как они говорят. Поэтому Харьковская область, давайте будем несколько осторожны с этим вот направлением, потому что каких-то пакостей мы можем оттуда ожидать. Не сильных, но все-таки пакостей. Именно не ударов, а именно пакостей. Вот такое. Вот, собственно, так и складывается ситуация. То есть, тактика линейного наступления, как бы, давление на силы противника, я сейчас говорю, от имени оккупантов, то есть, на украинские позиции с целью выявления каких-то слабых мест, концентрация там, ну, и далее, как говорится, по шаблону, концентрация, максимум усилий, прорыв, выход на оперативный простор и так далее, и так далее, и так далее. То есть, таким образом, суммируя эту тираду, можем сказать, я, наверное, соглашусь с тем, что наступление уже началось. Ну, и увидим в такой необычной манере, как говорят те же американцы, оно еще не достигло пика. Ну, вот, насколько я понимаю, да, сейчас все идет по такому пути, когда они продавливают где-то оборону, там, типа, Сватова Кременная, вот здесь у нас Мадмаренький мы надавили, а вот здесь мы надавили, продолжаем давить Бахмут, а вот тут мы вот на Угледар еще, и там, где получится прорваться, вот там они, типа, и попробуют ломануться. Да, вот где получится, там они, там они, там у нас и наступление главного удара. Знаете, я здесь еще более локализирую, потому что они могут прорваться и применить вашу тактику, которую вы предусмотрели, Мон-Женераль, именно на направлении, на участке фронта Сватова Кременная. Потому что на Донбассе они с упорством отчаянных маньяков бьются в украинские позиции. В Авдеевке, простите, год. Они отчаянно штурмуют Марьинку, простите, год. Ну и, знаете, там уже найти слабое место в украинской обороне, это, я скажу вам, еще та задача. Но они с упорством маньяков, как бы, пытаются найти это слабое место. А на справедливости ради сказать, на Бахмутском направлении ситуация несколько иная, потому что там, знаете, очень трудно оценивать вообще действия противника, потому что это выходит за рамки военной логики и военной оценки ситуации. Это политический заказ. Взять любой ценой, бросить все, что можно. И, знаете, Бахмутская операция уже собирала достаточно злую шутку с россиянами. То есть они в своем маниакальном упорстве занять этот город потеряли, ну, просто колоссальные возможности, которые они имели, ну, и потратили безнадежно невосполнимые ресурсы. Вот это вот глубоко мое мнение, я как бы имею право утверждать, что вот эти маниакально агрессивные атаки на Солидар и Бахмут привели к тому, что противник, ну, по сути своей, отказался от развертывания на данном этапе какой-то вменяемой группировки на территории Беларуси и тем самым самоубийственно снял с нас угрозу какого-либо наступления с территории Беларуси в ближайший период времени. Работа ведется. Подчеркиваю, я никоим образом не снижаю угрозы, которые исходят с северного направления. Работа ведется, противник достаточно активно действует, пытается разведать наши боевые порядки, заходит ДРБ на нашу территорию, но говорить о том, что будет какое-то широкомасштабное вторжение с того направления, категорически нет. Таким образом, суммируем. Да, наступление идет, да, давление осуществляется, но оно как бы сконцентрировано, в общем-то, абсолютно предсказуемо на таком достаточно небольшом участке фронта. Насколько я понимаю, вот насколько я понимаю, из таких там орудий будущего наступления у Путина остается, ну типа полмиллиона солдат собранных, да, условно говоря, 300-450 тысяч, если считать вот эти резервные войска, да, где-то около полумиллиона. А что еще? Ну, есть вот информация про вот эти вот собранные 1700-то собрали танков, там 3800 бронемашин, 400 самолетов и так далее и тому подобное. Правда ли это? Ну и действительно ли это есть у него на столе, эти карты, эти фигуры? Знаете, тут есть другая сторона медали. Мы говорим о 1800 танках, да, но не забывайте, что длина линии фронта, если они швались, 1500 километров. И нельзя оставить, ну как бы, большие участки фронта полностью оголенными, то есть там оставить какие-то войска, лохопы, потому что мы же сразу скажем, о, джекпот, надо наступать, нам надо что-то освобождать. То есть никто не отменял, как бы, тот факт, что несмотря на давление на одних направлениях, украинская армия не имеет права наступать на других направлениях. Еще неизвестно, чем вот это все наступление закончится. На некоторых участках, даже хочу промолчать здесь, чтобы не спугнуть, как говорится. Поэтому, да, и 3000 автобронемашин, ну считайте так, один танковый полк, это 90 машин, 92 машины, если я не ошибаюсь. Это танки. 10 танковых полков, это, в общем-то, около 1000 танков примерно. То есть вот-вот и все, собственно. 10 танковых полков, это, грубо говоря, 3 танковых дивизии, или, допустим, 2 танковые дивизии и 3 пехотные дивизии. Вот и все. Есть еще один момент, проверьте мою математику. Насколько я помню, 24 февраля они сконцентрировали на наших границах, ну по открытым источникам, порядка 3000 танков, там 3300, на 150-200 тысяч личного состава. Сейчас у них личного состава подсчитанных, типа 300-450, и на это количество людей у них танков практически в два раза меньше. Абсолютно. Речь идет именно об этом. То есть, то количество техники, оно может впечатлять по количеству, но по качеству, опять же, если мы возьмем с вами большую картинку вдоль всей линии фронта, оно не выглядит так ужасающе, впечатляюще, как оно может произвести впечатление на какие-то неокрепшие умы каких-то там читателей или слушателей. Нервных читателей социальных сетей, давайте. Да, сейчас, знаете, даже нельзя полуказывать, раньше говорили, нервных институток, но сейчас я боюсь даже полуказывать, дабы не попасть в гендерные балансы. Да, все равно 1700 танков, это серьезная сила, плюс там 450 тысяч солдат, это серьезная сила, даже если мы говорим о Чмоне, о Кузьмичах, это все равно 450 тысяч автоматов хотя бы с одним рожком. Что мы можем... А, добавим к этому еще возможные ракеты, которые к ним все никак не доедут из Ирана, да, там какие-то модернизированные шахеты. Что мы можем им противопоставить? Учитывая наших союзников, учитывая логистическое плечо и учитывая те вопросы, которые есть у нас, сложились через год войны уже. Знаете, у меня уже небольшая изжога от танков этой тематики, я бы сказал так, но я скажу так, что та техника, которая приходит к нам и та техника, которую мы используем, ну скажем так, танков у нас немного меньше. Если я не ошибаюсь, по открытым источникам у нас где-то порядка 1300 танков, что для проведения неких оборонных операций достаточно. Опять же, возвращаясь к этой изжожной теме танков, я скажу так, что философия создания танков западных образцов состояла в том, что они должны были выдержать первый удар и потом не внести контрудар, уничтожая большое количество советских танков. Таким образом, по некоторым раскладам, этот танк изначально, любой западный, я не хочу там рекламировать, допустим, тех же Леопардов, Лехлерков, Ариетты, или Челленджер, или, не дай бог, Меркавы, эти танки изначально создавались на то, чтобы противостоять как минимум трем советским танкам. Таким образом, эти танки, они как бы для нас очень будут хорошим дополнением, но я хотел бы обратить внимание еще на ту технику, которая подходит. Во-первых, мы и так действуем в системе асимметричного ответа, то есть мы не пытаемся уничтожить каждого конкретного бойца на линии фронта, мы в том числе наносим, и меня радует очень эта статистика, которая за дня в день говорит нам о нанесении как минимум 20 ударов по местам сосредоточения войск, по командным пунктам, по базам и складам хранения, и это как бы очень сильно размывает наступательный потенциал противника, который действует. Кроме того, мы говорим о том, что мы имеем постоянное, даже не плечо, а постоянную опору на внешнюю логистику. Нам этот поток техники идет постоянно, и качество этой техники постоянно увеличивается. В чем суть? Мы получали раньше исключительно советские образцы техники. И скажу даже больше, что с течением времени, когда запасы начали исчерпываться, к нам приходила такая техника, что у моих друзей это вызывало просто трепетный ужас, или ужасный трепет, когда они пытались разобраться, что можно с этим металлоломом сделать. И они это делали, они восстанавливали этот металлолом. Конечно, сюда можно добавить еще ленд-лист с Востока, который нам помог достаточно, но это не меняло ситуацию. Это было противостояние один против одного. А если мы возьмем с вами даже такую бронемашину, как Брэдли, а 60 Брэдли идет к нам, то давайте просто возьмем калькулятор и посчитаем. Брэдли тяжелая боевая машина пехоты, которая может нести навесную броню, что делает ее достаточно неуязвимой. Брэдли это боевая машина пехоты, оснащенная скорострельной 25-мм пушкой и оснащена по одним данным одной, по другим данным двумя пусковыми противотанковыми установками ТОУ. ТОУ. Вроде бы даже эти две ракеты могут гарантированно противостоять двух танков, а пушка Брэдли позволяет пробить любую броню любой советской бронемашины, будь то БТР или БМП. Теперь добавим в этот Брэдли еще десант. Десант в данном случае, ну пусть даже будет 6 человек. Мы знаем, что уровень оснащения наших войск противотанковыми средствами более чем высокий, если говорить таких мягких форм. И таким образом одна машина Брэдли может противостоять, но по большому счету при талантливом использовании танковой роте противника. Десяти танков гарантированно. Вот вам в своем отношении. То есть одна бронемашина против танковой роты. И можете себе представить, какого, как говорится, шороха она может навести, когда она будет действовать в группе, когда она будет осуществлять маневрные действия и противостоять не танковой роте, а допустим той же самой мотострелковой роте на БМП или на БТР. То есть это достаточно серьезное оружие. Мы говорим о системах залпового огня. И системы залпового огня, ну так, чтобы было понятно, самый простой показатель. Скорость перезаряжания Хаймерса кассеты 5-7 минут. Вопрос. Скорость перезаряжания установки смерч или там ураган 1 час. В течение часа эти машины являются просто мишенями. Таким образом, одна установка Хаймерса, которая может достаточно высокой точностью выпустить 6 ракет в определенных условиях обстановки может противостоять батарее систем залпового огня. таким образом, соотношение 1 к 6. Если мы проведем элементарный расчет, допустим, там 800 этих самых пусковых установок, разделить на 6, то есть, в общем-то, одних Хаймерсов будет достаточно, чтобы в первом эшелоне достаточно эффективно использовать. Но мы даже об этом не говорим, потому что мы получаем снаряды эскалипур, которые позволяют нам наносить удары на достаточно большую глубину с достаточно высокой точностью. Я уже молчу о том, что к нам во всех парах спешат вот эти ракеты с такой удивительной долгой аббревиатурой, которую очень трудно запомнить, но которая стреляет на 150 километров. GLSDB. GLSDB. Поэтому, поэтому, ну, что мы можем противопоставить? Вот это вот все, как говорят некоторые наши политические деятели. Таким образом... Да, на самом деле, вот у меня, вот вы у меня вырвали практически из уст о том, что все сейчас следят за танками, все подсчитывают танки. Ах, вот Леопард 1А5 это не то, но их много, а вот Леопард 2А4 или 2А5 это то, но их мало. Ребят, следите за количеством Брэдли. Следите за количеством Брэдли. В Ираке 75% уничтоженных иракских танков были уничтожены Брэдли, а не Абрамсами. Абсолютно. Абсолютно. А то количество техники, которое нам передается, и знаете, я уже, как говорится, обрадовался, когда увидел родное своё иракское такси, которое в простом народе называется МРАП. Я скажу, что эта техника специфическая, но надёжная, достаточно надёжная для того, чтобы её эксплуатировать. И как бы самое главное в этой технике высокая степень защищённости личного состава. Эта машина, у неё, скажем так, не особо высокие боевые качества, но использовать её в качестве средства быстрой доставки десанта, в данном случае подразделений механизированной пехоты, это самое то. А мы их получаем десятками. Мне кажется, что уже даже сотнями. Ну, очень аккуратно. Очень аккуратно. Хорошо, да, окей. Тогда десятков, может быть, тоже много. Не, но десятков много, да, просто, знаете, их сотен нет даже в армии Соединённых, ну, вернее, в армии Соединённых Штатах есть, но в армии Соединённого Королевства наверное нет, сотен. Да, ну и вот имрапы уже прошли испытания у нас и, насколько я знаю, отзывы о них там практически самые восхитительные, там, весь негатив, который я прочитал, это то, что, ну, типа, на холоде они так как-то заводятся, не сразу, а так, в принципе, всё хорошо, да. И сидушки у них какие-то не очень удобные, если в Каремате туда садиться, да, ну, вот как-то... Я полностью подтверждаю, потому что я наездился в этих имрапах в течение всей своей службы в Ираке. Хорошо, сегодня, не знаю, случайно или специально, но в любом случае появилась эта информация в открытых источниках, причём из официальных этих, мы понимаем, что, например, на челленджерах учится 25-я десантно-штумовая бригада. они заявились, они засветились шевронами, это было всюду, поэтому мы с вами можем говорить об этом. Можем ли мы предположить, что где-то по времени как раз так получается, что тяжёлые танки, тяжёлые во всех смыслах этого слова, а-ля челленджер, а-ля, там, даже не Абрамса, а, там, леопарды второго поколения, пятого поколения, там, и так далее, получат именно десантно-штурмовые бригады, из которых будут для наступления сформированы ударные такие кольца. Да, понимаете, нужно понимать разницу, мы вот привыкли, десантники, как говорили, с неба об землю и сбой. У нас десантно-штурмовые бригады, они имеют немножко другое значение, они более, скажем так, тяжёлые по составу своего вооружения по сравнению с теми же воздушно-десантными подразделениями российских оккупантов. И здесь я бы делал акцент на штурмовые, именно штурмовые действия, для которых использование вот этой техники высокомобильными подразделениями сил обороны Украины будет как раз самым лучшим средством и тестированием. Опять же, знаете, вот когда мы говорим, я всегда отмечаю, что мы получили так называемый пробничек челленджеров. Пробничек имеется в виду, что мы получили подразделение, то есть танковый эскадрон. И вот как раз в таком режиме это было бы самое то, как говорят иногда в Одессе, чтобы использовать этот эскадрон именно как отдельное подразделение в составе десантно-штурмовых войск, для проведения именно штурмовых операций. Поэтому очень даже да, нужно просто понимать самое главное, что наши десантно-штурмовые войска это не есть прямой аналог того, что падать с неба или кататься по земле в российской армии. Дешевые это не ВДВ. От слова вообще не совсем отнюдь. Совсем. Насколько может быть, учитывая все вот эти вот факторы, насколько наше наступление может быть успешным и более успешным, чем российское наступление? Учитывая, что уже сейчас сложилась ситуация, когда они лезут первыми. Значит, у нас есть возможность их вымотать в обороне? Да, безусловно. Безусловно. И знаете, здесь мы входим в такой очень тяжелый, то есть я вот хотел бы избежать вот этого ложного понятия, что я держусь таким бодрячком, потому что иногда зубы сцепливаешь и смотришь на это все с таким напряжением. Мы сейчас стоим на этапе такой необходимости в тяжелых изматывающих боях просто вот в состоянии мясорубки переработать как можно больше этого материала, который лезет к нам. Чем больше мы его уничтожим в этих изматывающих боях, тяжелых боях, ведя оборонительные бои, тем лучше для нас. Тем больше будет вероятность того, что наши прорывы на других направлениях, сейчас мы говорим о других направлениях, говорить о контрнаступлении против противника, который имеет достаточно серьезный количественный перевес, против противника, который опирается на территорию, с которой мы могут в любую секунду доставить какие-то ресурсы, пусть не быстро, но могут, было бы, наверное, несправедливо. Поэтому, знаете, я бы сейчас разделил две такие концепции. Концепция номер один. Мы молимся за наших ребят, которые стоят на восточном направлении, задачи которых сдержать, уничтожить, перемолоть как можно больше наступающего противника на своих участках, не допустить прорыва противника, потому что это опять горе, это опять беда для тех населенных пунктов, которые уже познали ужас оккупации. То есть выстоять там и выдержать этот просто серьезный, просто катастрофический или, как говорят у нас, шаленный натиск и дать возможность тем бригадам, которые тихо, спокойно, методично готовятся, подготовить такой удар, от которого весь мир вздрогнет. Одни от ужаса, другие от восхищения. И мы имеем все основания говорить о том, что такой удар возможен. Мы видим направление этого удара и, как говорится, тихонечко молимся, держим кубаки за наших ребят, которые этот удар проведут. Ну и опять же таки, насколько я понимаю, будучи людьми здравыми и не обещающими ничего за 2-3 недели, мы с вами, наверное, понимаем, что в феврале, 24 февраля залуженный не представлял себе и не понимал, что наша контратака будет именно в Харьковской области. То есть, складывается определенная ситуация на фронте, и мы эту ситуацию используем. А где сейчас сложится эта ситуация? В Луганской области, может, в Донецкой области, а может, в Северной Таврии. Мы не знаем. Ну, кроме одного дополнения. Знаете, вот Северная Таврия, я всегда очень большим интересом смотрел за развитием событии, как бы, наблюдал за боями в Северной Таврии, в частности, на Правобережной Херсонщине. Правобережная Херсонщина является, знаете, таким классическим примером методичной, последовательной и сосредоточенной работе осознанными силами и действиями наших войск. То есть, там было все понятно, но после того, как противник был остановлен в районе Снегуривки и больше никуда не шел. То есть, там это все было только делом времени. Мы провели просто блестящую операцию по соотношению эффективности затратности и потери. Сейчас такая операция как бы просматривается, то есть, мы опять же также методично наносим удары по Левобережной Херсонщине, понимая, что противник при всем своем отчаянном желании, он просто физически не сможет нарастить там определенные ресурсы, что создает нам определенные предпосылки. Не будем говорить какие, на каком направлении и что мы будем там делать. Тогда давайте вернемся к тем самым волнам, которые сейчас наши парни вынуждены перематывать высочайшей ценой и перемалывать фарш. Прежде всего на Донецком направлении, но сейчас, насколько я понимаю, уже и на Луганском, да, там Сватова, Кремена и так далее. Есть мнение, что ежемесячно Российская Федерация может выбрасывать на фронт по 100 тысяч мобилизованных. Как ли это? С большой натяжкой. С большой натяжкой. Почему? Потому что, знаете, обеспечить такой темп будет достаточно сложно. И тут вопрос не к армии, а к экономике России. Насколько экономика сможет как бы выполнить этот заказ. То есть, одно дело собрать людей, другое дело этих людей обуть, одеть, накормить, даже где-то обогреть и чему-то научить. Знаете, есть еще такое понятие, как предел человеческих возможностей, то есть, невозможно, знаете, прогонять через эти центры в непрерывном цикле такое количество людей, потому что, скажем так, обучающий персонал, которого тоже, кстати, не очень много, он просто может физически уже не быть способным обучать постоянные волны. Я тоже читаю лекции, веду презентации, понимаю, что это достаточно тяжелая работа, особенно, когда занимаешься практической деятельностью. Поэтому говорить о том, что они могут там вот, безусловно, по сто тысяч выбрасывать, я бы не стал, наверное. Могут, да, определенный контингент могут, особенно если они начнут проводить такие непрерывные мобилизации, постоянно вытягивая волной за волной, но здесь они сталкиваются с другой проблемой, что они могут дойти до той ситуации, когда тех, которых надо кормить, будет больше, чем тех, которые будут кормить. То есть, дефицит, дефицит рабочих рук, он может возникнуть и уже сейчас некоторые экономисты в России криком кричат о нарастающей угрозе кризиса в целых отраслях экономики. Там, где преобладание мужского населения есть, ну, мужского контингента есть очевидным. И эти отрасли, они являются достаточно критическими для Российской Федерации. Поэтому, как бы, как и в случае с пригожинскими зэками, как бы, я был бы очень осторожен в плане того, что вот Россия может бесконечно выбрасывать по 100 тысяч человек ежемесячно. Как минимум, знаете, должна быть определенная цикличность. Даже, ну, приведем этот пример, который мы сейчас имеем, свидетелями, которыми мы являемся. Они набрали первую волну, 21 сентября началось, ну, допустим, 1 октября они уже, как бы, имели достаточно контингентов. А почему 1 ноября они не появились на фронте? потому что их не было. Цикл подготовки танкового экипажа три месяца. То есть, для того, чтобы сделать непрерывность, они должны каждый месяц, по идее, призывать по 100 тысяч человек, чтобы организовать такой конвейер. Возможно ли это технически? Нет, невозможно. Плюс, не забываем, что совершенно другие подходы. Одно дело обучать или восстанавливать какие-то навыки, пусть даже давно утерянные, но все-таки навыки мобилизованы. А есть еще такой аспект, как призывники. Это абсолютно зеленые, несмышленные мальчики, которых берут и, извините, из них, даже по нормам и циклам подготовки, полгода надо лепить солдат. полгода. А это значит, еще, между прочим, что те базы, которые занимаются подготовкой срочников, они, собственно говоря, заняты срочниками. Я хочу обратить внимание на то, что призыв начался после того, как они сказали, мы закончили от мобилизования. Да. Они даже не могут совместить эти вещи, потому что это вещи разного порядка, это процессы разной цикличности. Таким образом, виртуально, если Россия совсем откажется от каких-то своих экономик и откажется от нормальной жизни от слова совсем, какое-то время они могут формально призывать по 100 тысяч человек. Технически, да. Собирать эти стада в неотапливаемых казармах. А что потом с ними делать? Куда их распределять? Даже в первой волне мобилизации они столкнулись с тем, что они вынуждены были часть своих контингентов направлять в Беларусь на обучение. Да. Потому что баз не хватало. Баз не хватало просто. А сейчас, давайте возьмем еще условия климата, условия транспортирования, это сумасшедшая нагрузка на всю эту вещь. Поэтому что-то грызут меня смутные сомнения, как тут говорил, персонажи относительно того, что они смогут 100 тысяч в месяц гарантированно выставлять. Ну и, опять же-таки, следуя этой логике, полмиллиона новых солдат набрать, например, на лето, расчеты те же самые. Здесь еще такое, что полмиллиона солдат они возьмут, но это, считайте, одномоментное выдергивание из экономики России полмиллиона рабочих рук, потому что, скажем так, люди с ограниченными способностями в Альмию не пойдут, но люди с ограниченными способностями не могут заниматься определенными видами физической и трудовой деятельности. То есть, тогда, а кто будет валить лес, простите, а кто будет рубить уголек, простите, а кто будет бурить, в конце концов, скважины, а это деньги. Время второй мировой? Ну, туда как бы не сильно их отправишь, это не вторая мировая война. Нужно понимать, что три составляющие войны никто не отменял. Деньги, деньги, еще раз деньги, которых у России становится все меньше. Даже такой значащий и интересный показатель дефицит бюджета только за январь месяц 1 триллион 700 миллиардов рублей. Вот и все. По поводу промышленности, по поводу того, кто будет что делать. Мы много говорили о ВПК и продолжаем говорить и оценивать, но появилась недавно любопытная информация о том, что на Нью-Йорк Таймс написало, что Россия передала Ирану западное вооружение, захваченное в Украине, для изучения и реконструкции. То есть реконструкция это тип, насколько я понимаю, воссоздать, сделать точно так же. Да, вот сделайте мне точно так же. Тут у меня два вопроса. Во-первых, в принципе, возможно ли это? А во-вторых, я знаю, что просто Иран этим очень сильно любит увлекаться. Они там все свои... Все, что у них есть, они создали на основе чего-то. Да, разобрав это все своими кривыми ручками. Но это получается, что у России руки еще более кривые, чем у Ирана. Получается, но, знаете, тут как бы... Я бы сказал так, здесь никакого противоречия. Почему? Потому что Иран уже более 30 лет, находясь под санкциями, он как бы... Уже больше 40 лет, находясь под санкциями, он как бы всегда занимался таким, знаете, мелкими пакостями, мелкими хитростями и всегда работал, в общем-то, с небольшими партиями неких видов вооружения. и он как бы производил, опять же, их не в промышленных масштабах. То есть, какие-то там штучные товары или какие-то образцы, где-то что-то получалось, где-то что-то нет. В России проблема-то другая. В России проблема в том, что они имеют свой созданный, закольцованный военно-промышленный комплекс. И этот военно-промышленный комплекс просто не имеет физической возможности на сегодняшний день, работая в таком темпе, в котором они работают, отвлекаться на создание чего-то абсолютно нового, понимая, что это чего-то абсолютно новое они физически не сделают. Потому что, извините меня, даже сейчас есть проблемы с производством ракет, потому что, как ни крути, но тот, грубо говоря, чип от микроволновки, который потенциально можно вставить в условный шатин или так называемую Герань-2, невозможно поставить в боевую ракету. Сложный механизм. И поэтому, как бы, ну, передали они Ирану, ну, так простите, Иран постоянно что-то выдергивает, потому что идет постоянная война с Израилем, идет постоянная война, там, допустим, с курдами, которых поддерживают Соединенные Штаты. Они и так, и так получают это оружие. То есть, знаете, этот, наверное, этот, кто это был? Нью-Йорк Таймс или Фейнэнш? Да, Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс, они просто погнали за сенсацией, которая является секретом по Лишинелле. Ну, окей, ну, дали им какого-то металлогума, и что дальше? А россияне, знаете, они стали заложниками вот своей вот этой вот пафосности и целищности. Ну, и матушка коррупция тут помогла. Они сейчас физически не способны перестроиться на то, чтобы что-то создать. Что-то создать свое требует как минимум 5-7 лет напряженного умственного тогда в том числе. С этим у них проблемы. Ни Иран, ни Северная Корея уже не помогут России. Украину поддерживает весь цивилизованный мир. И она победит. Редактор субтитров А.Семкин